Не радует нас зимушка-зима в последние годы морозной погодой. Вот и в этом сезоне лед на стадионе «Чайка» усилиями его работников был подготовлен только накануне новогодних праздников. А уже через три недели снова оттепель. Но несмотря на такие подарки, в кавычках природы, энтузиасты хоккея спортивного клуба «Спарт» во главе с Владимиром Кайшевым сумели организовать чемпионат района, да не простой, а открытый, с участием большесельских гостей и еще пяти команд. Мы в том году уже провели чемпионат Угольского муниципального района, в котором приняло шесть команд. Но в этом году решили открытый провести, назвали его открытый чемпионат. К сожалению, пока только одна команда изъявила желание, это ребята из большого села, которых мы кое-кого знаем. А у нас, к сожалению, от Радная немножко не смогли собрать команду. И получилось опять шесть команд. Но, тем не менее, в принципе, весь состав, шесть команд для района, это нормальное количество команд. Лишь бы у нас погода немножко появляла. А так будем проводить в круг чемпионат и потом сыграем плей-оффы. Победители уже по системе плей-офф определятся. Ну да. Четыре команды разыграют уже четко приз. Смотрите, баталии-то жаркие, я погляжу. Игроки, которые хорошо играют, так по некоторым командам они разошлись. И, в принципе, силы, ну, за исключением, может, одной-двух команд, силы-то равны. И даже предсказать, кто по итогам чемпионата займет первое место сейчас за три круга до конца даже невозможно. Вы согласны с этим, что баталии жаркие? Не, ну, конечно, баталии жаркие. И я все равно могу выделить, что одна команда все-таки есть за счет, ну, не то что за счет, там, одна четверочка игроков, пятерочка играет прилично. Это Куликов, Кушаковы, папа с сыном. Они немного переиграют нас. Но, тем не менее, конечно, да, сейчас в этом году подтянулся явно Сосновый поселок, в котором три пятерки бойких, которые ребята тренируются на своем льду. И сюда уже приезжают готовые, поэтому они молодцы, дали бой, обыграли Шевардино предварительный, вот, в круговой системе со счетом 3-2. В этой команде тоже есть ребята, ну, хотя там сейчас и молодые ребята, такие, которые раньше играли, а потом по некоторым причинам прекратили. Но, тем не менее, такая команда средненькая. Играем, играем. Владимир Викторович, ну, согласитесь, что в нашем районе, где для хоккея, для, знаете, хоккея условий, ну, просто никаких, скажем, прямо усилиями вашими, усилиями некоторых энтузиастов, все-таки провести такой чемпионат, это, наверное, сродни подвигу. Ну, играть-то как-то надо, и в таких условиях, тем более, мы любим хоккей, в любом случае, как бы там ни было. Конечно, погода в последние годы вообще нас не радует, только все хуже и хуже, скажем. Вот сейчас две недели покатались, причем начали поздно кататься, с января месяца, и тем не менее, вот опять уже началась. Теперь неизвестно, когда она закончится. Не знаю, что делать, не знаю. Будем надеяться, что удастся провести полностью чемпионат и плей-офф и наградить по-хорошему победителя. Ну да, будем бороться до конца, поэтому приходите смотреть. Болельщики молодцы, приходят, смотрят. Смотреть, как шайба застревала в толще стеной идущего снега, удовольствие, конечно, сомнительное. Но хоккеисты и таким условием рады, и, несмотря ни на что, с энтузиазмом пропагандируют любимый вид спорта. Скажите, как вы узнали о том, что в Угличе проводится такой вот открытый чемпионат? Как согласились, как набрали команду? Как у вас вообще поставлено с хоккеем в Большом селе? Ну, у нас в Большом селе поставлен вопрос. Мы еще играли в городе, в городе Ярославля. С ребятами из Углича познакомились, они нас пригласили. И вот мы играем сейчас здесь. Ну что, для тренировок в Большом селе лучше, чем в Угличе? Да нет, примерно все одинаково. То есть, ну, хорошие площадки, условия позволяют, желание есть. Скажите, кто играет в вашей команде? То есть, люди, которые прошли какую-то школу или просто любители? Нет, просто любители. После рабочего времени собираемся, играем. Как вы оцените вообще чемпионат, который проходит в целом? В целом организация, все очень хорошо организовано. Хороший прием, то есть, ну, жаловы с ним. Есть у нас в своих машинах? Да, да, да. Как уровень команд? Легко ли с Угличанами и с теми, кто представляет Углический район, там, с деревнями, с силами? Да, в принципе, все средние команды. То есть, нет лидеров. То есть, ну, все случаем решается у нас. Ну, после чемпионата будет плей-офф, в который мы все надеемся, вы попадете. И там какие цели будете все ставить в плей-офф? Только выигрываем. Ну что ж, спасибо вам, удачи вашей команде. Спасибо, до свидания. В этом матче командам Большого Села и Покровского так и не удалось доиграть до конца. И счет 1-1 был признан итоговым. А после этой игры наступил двухнедельный перерыв. Потом зима сжалилась, лед восстановили и чемпионат был завершен. В статусе победителей его закончили хоккеисты Покровского. На втором месте Шевардино, на третьем – Сосновый. Четвертое место, дающее право игр плей-офф, завоевали спортсмены из Большого Села. А вот состоится ли сам плей-офф, одному богу известно. По крайней мере, организаторы при первых же заморозках обещают сделать лед и провести матчи, о результатах которых мы сообщим вам уже в следующем выпуске «Спортивной панорамы». «Спортивной панорамы»